Я с города Воронежа. У меня вот такой вопрос. Так у нас по порядку. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите. Во-первых, я хотел вас поблагодарить за книги. Я так и не отправил вам фотографии. Пойдёмте мне книгу вместе с собой. Которую вы мне выслали. Я её заказывал три раза. Ну, так получилось, в общем. Ну, вы получили всё, что хотели? Да, всё получил, всё, слава Богу. Ну, а почему же фотографии-то не сразу не выставили? Чтобы они у вас в руках были. Это же не трудно было сделать. Ну, сначала... Да, согласен. Сначала что-то времени не было, а потом забыл. Ну, ладно. Ну, я в воскресенье сделаю. Я там... Что-то перерывается. Ну, ладно, говорите. Заклинило. Я в храме стою. Ну, как? Не у меня в храме. Я в храме. Да-да-да, наверное, связь теряется. Я просто с телефона вышел. Низкий... Да, связь теряется. Слышите? Да, я плохо слышу-то. Володя, подойди, чтобы... Переведи, когда что. Тут мужик... Нет-нет, это у меня связь теряй. Ну, ладно. А то я слова не понимаю некоторые. Прерывается так, полпредложения отрывает. Говорите. Вот у меня такой вопрос. В Ветхом Завете, ну, как... В общем, какая ситуация? Мы в храме начали изучать Слово Божие. Ну, все. Вот как у вас. Пример с вас взял. И батюшку, наверное, где-то года два допытывал. Допытывал, чтобы в конце концов начать этот разговор. Все-таки как-то надо людей приводить к Богу. И, в общем, вчера читали... Ветхий Завет начали читать. Вчера читали о... О том, как... Это самое Яков... Ой, как его зовут-то забавно. Исаак. Исаака был сын. Как и у Яков, да? Яков. Да. И вот он, когда ложью первенство захватил... Господь примет это или нет? Когда вот мать его говорит, иди там, ну, это... Я тебе заготовлю еду, отцу понесешь. Ну, это самое... Руки там одел в эти... В хозе эти. Ну, что, блохматый. Как брат был. И вот вопрос. Вот он же, как получается, ну, обманул же отца. Господь примет его или нет? Вот этот обман. Уже принял, принял. И он получил благословение. И когда Исаак просил, благослови меня, он говорит, как я благословю, когда уже отдал. Ну, а почему, получается, он же ложью подошел к этому или нет? Или вот до этого там же было написано, что он ему отдал первенство, то есть продал за чечевицу и самую там чашку. Ну, это частный разговор был. Надо, чтобы отец благословил. Благословение он просил. Первенство ему уже принадлежало. Теперь ему надо было это закрепить благословением отца. А тут он, значит, знает, что никак нельзя сделать. Отец хоть не видит, но может ощупать. И вот это благословение оказалось действительным. Но оно же подошло, получается, через обман. Через обман. Ну, то есть, действительность такая, Стас. А потом наказания никакого не было заявлено? Никакого. Наказание он сам был наказан. Своими детьми обманутый. Когда Иосифа продали в рабство, Иаков-то как плакал. Так же одежду принесли, кровью вымазали. Он повторил то же самое. Он точно так же был обманут своими детьми. Вот в этом весь смысл. Он крепко потерпел. Он потерял сына навсегда любимого. Они же его обманули, братья-то. Его зверь съел. На самом деле продали. Ага, ясно. А вот тогда еще такой вопрос. Вот скажите, какие может места Писания? Вот православные верующие, но они не верят, что в Евангелие совершенно верят. То есть, все, что там написано, вот какой стих не прочитаешь? То есть, сразу головой вертят и говорят, да может это не так или еще что-то. Ну, в общем, оправдывают сами себя. А это не пойдет никак. Неверующий Богу, это Бог нам говорит, неверующий Богу представляет его лживым. То есть, Бога обманывают, называют лживым. Тут серьезный прокол у них. Ни одна черта из закона не приедет, доколе не исполнится. А они целые слова. Указываешь им, я знаю. Да мало ли еще, да может не так, кто другой. То есть, сомневающиеся по дому в морской волне. Они ничего не получат. Ну, это же православные ходят в храм. Я вот с ними уже, ну как, я вас уже смотрю, наверное, лет 5 или 4, вот так где-то. То есть, через вас я как бы и верю в Бога. Земной поклон вам. Я просто не могу, я за рулем, мы в машине. Ну, вы сейчас сказали, можно я это запишу? Где это? А что именно? Которого сейчас... Он неверующим искусственным. Которого место писания сейчас появили, он спрашивает, где это написано. Неверующий Богу представляет его лживым. Вы так и напишите. На, Володя. Все, я порвел. Возьми этот аппарат у меня. Надо заглянуть там, посмотреть. Да ладно так. Он представляет его лживым. Бога называет лжецом. И далее. Господь говорит, ни одна черта из закона не приедет. Нигде. Если человек не верит, он никакой нет, он ничего не получит. Это для нас руководство. А у православных это можно поверить, что они не верят. Они верят. Кто-то сказал. Батюшка сказал. Главное божество это батюшка. Еще вопрос такой. Первое Иоанна 5.10. Вот говорит. Первое Иоанна 5.9. 5.10. 5.10. Что это? Связь у него там. А у меня с заказчиком идет. Первое Иоанна 5.10. Ага. Первое Иоанна 5.10. Так. Ага. Все. Я понял. Вот у меня еще такой вопрос. Вот мы вчера там беседовали. И по поводу коснулись поста и молитвы. И один мужчина говорит, что поста и молитвы, говорит. А выше поста и молитвы, говорит. Послушание аби. Я ему говорю, ну. Сейчас не слышно ничего. Поста и молитвы, говорит. Так. Ничего не слышно. Нету. Связи нету. Да что такое, а? Ну что он говорит? Он говорит не свои слова. Ну я понимаю. Это от сатаны. От сатаны. Это сатана. Род с сатана изгоняется по стому молитвы. И выше нет оружия. Они говорят, не надо это. Давай послушание человеку. То есть выбивает оружие, которым... Ну-ну. Вот я ему про это и говорю. А он говорит, а ты, говорит, возьми на себя послушание какое-нибудь. Я говорю, ну а какое мне послушание брать? Я говорю, даже не знаю, у кого послушание это брать. А какое послушание? Я слышал. Слово Божие, ты слушаешься. Ну вот это послушание, скажи, я несу. И он прям так вот пост молитву опустил ниже, а вот послушание прям возвысит до такой степени. Это наивысшее. Ну, мало что. Ну, нам его не судить. Он уже осужден. Вы ему скажите, Евангелие от Иоанна 12.48. Запишите. Евангелие от Иоанна 12.48. Окружите вокруг. Скажи, вот на суде Божьем ты вот сюда вот лбом упрешься. И будешь брошен в ад. Господь будет судить по тому, что написано в Святой Библии. А не потому, что тебя бабка нашептала. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно, Слово, будет судить вас в последний день. Вот с этим мандатом я явлюсь перед Богом. А вот скажите, вот это Слово, с которым это же Евангелие, правильно? Я сказал, Евангелие от Иоанна 12.48. Нет, я понимаю. Нет, я к чему. Я вот с батюшкой беседовал, говорю. Батюшка, ну вот Слово же нас будет судить. Христос же сказал, Слово будет судить. Не Он будет, а Слово, которое Он говорил. Получается, ну все Евангелие, Библия, все, это же будет нас, как бы и нам противовес ставиться. Он говорит, нет, это только Христос. Потому что изначально было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. То есть это, как бы Он говорит, это будет Христос судить. Ну правильно, Христос по Слову. Христос судить будет по Слову Своему. То есть Христос будет требовать того, что написано в Слове Его. Ну как вот сейчас, допустим, по Конституции. Судит-то не судья, а Конституция его осуждает. Головный кодекс. Ну да, тяжело. Можно еще такой вопрос? Вот я вчера смотрел, вы выставили видео, где с детьми занимаетесь. Там Игорь Табунов, да? Да. И вы скажите, а вот их мало у вас роликов, которые вот с детьми именно занимаетесь. Вы их как-то будете выставлять каждое воскресенье или нет? Мы все время выставляем. Мы выставляем каждое воскресенье. А раньше было еще больше. Занятия с детьми, которые шли каждый день в лагере. У нас 14500 роликов. Представьте себе, 14500 роликов. Так что там есть, что выбирать. А там есть занятия, которые по Слову Божию? Ну оно всегда по Слову Божию. Он же читает Библию. Ребенку дал, говорит, читай. У нас без Библии занятий нет. Нет, нет. В лагере, где у вас лагерь. Там в лагере все по Библии идет. И по Библии. Там точно так же. Мы евангельская община. Православная евангельская община. А сайт у нас православный библейский сайт. Так и называется. Опять как пропал. Ну вот что сделаешь. Пропал. Да. А еще что у вас там есть? Вот смотрите. Прихожу в храм. Они прям сразу. Мы все супер грешные. Мы грешные. Нам не спастись. Я говорю, ну. Ничего не слышно. Нету. Связь очень плохая. Ничего нету. Я ничего не слышал. Ни одного слова не было слышно. Так. Сейчас. Подождите минуту. Сейчас слышно? Сейчас слышно. Слышно сейчас? Да. Слышно. Вот мы ходим в храм. И все говорят, мы грешные и супер грешные. Нам нет спасения. Я говорю, ну тогда бессмысленно вы сюда ходите. Да. Как я не понимаю. У нас надежда. Есть на спасение? А вот прочитайте, скажите, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. 3, 36. И 5 глава, 24 стих. Давайте 3, 36 считаем. Говорит. Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Это главное, главное, что это любовь Божия прощает нас за то, что мы верим в Слово Его, Ему доверяемся, соблюдаем Его заповеди. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Не бабушки. Отсюда вопрос. Да. Гнев Божий пребывает на нем. Вот который неверующий. Скажите, он, получается, в ад уйдет или как? Вот гнев Божий, как это понять? На нем пребывает. Ну как? Гнев Божий определенный. Раз пребывает, значит, никакой милости уже нет. Если он покается, тогда Господь гнев отвращает. Вы посчитайте пророка Иеремию. Кажется, 16.5, Володя, посмотри. Устал миловать. 15.6 или 16.5? Слово. А что такое вопрос? Сейчас. Опять же, я беседовал. Сейчас, Володя, пока посмотрим, я это самое. 15.6. 15.6, Иеремия. Ага. Есть. Раз отступили от Бога, Господь говорит, я поражу вас. Я устал миловать. За то, что отступили. А если ты по слову Божию живешь, имеешь страх Божий, Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Не изгоню. Он говорит, вы сыны царствия. У нас называется, сына... Да. Ясно. Так, благодарю вас, Игна Тихости, за все. Слава. Мы просто дверь открыли, как и не что. Ну как? Надо верить в Слово Божие, как написано. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Что? Непонятно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. 16 глава, конец Евангелия от Марка. А кто не будет веровать, осужден будет. Мы верующие. Вот вопрос. Да. Покрестите. Ну как, вот меня вроде крестили. Я у крестного вас спрашиваю, полным погружением или нет. А они говорят, да мы не помним. А раз не помните, 84-е плава 6-го Вселенского Собора. Немедленно прими крещение с полным погружением. Иначе ты все проиграешь. На это канон особый. Если ты не помнишь и нет достоверных свидетелей, немало не смущаясь, прими крещение, чтобы не был лишен таликой благодати. Даша. Так, все ясно. Так, по крещению ясно. Ну вот я поздно уверен. У меня двое детей, двое сыновей. И вот одному, значит, самое видео осталось, как крестили. И вот, как вы говорите, моченые. Взял младенец, был маленький. Так он взял его, это. Я посмотрел, смотрю, ладошку помочил и все. Да. Это же жулики. Попы, жулики, обманщики, пираты. Ну, большинство попов-то библию знать не хотят и не знают. Ну, значит, не спал. Многим задают, они не хотят. Да. Вот сколько я с ними встречался, у одного спрашиваю. Скажут, батюшка, вот борода у мужчины должна быть или нет? Ну, прям как? Как-то еще относится к меня, говорит. А у вас... Понятно. А у вас книга к истинному православию-то есть? Книга к истинному православию есть? Нет, я... Ну, это не разговор. Сразу все. В интернете читаю ее. В интернете считаете? Ну, вот там все это сказано. Что такое о бороде, о крещении. Я вам скину материалы эти. Ну, ладно тогда, давайте расставаться. Тут вы тоже мучаетесь. Нету, ничего не видать. Все на этом.